Эта процедура показана только молодым пациентам или пациенткам, у которых присутствует некая округлость лица. То есть лицо не V-образной формы, а округлое, как мячик. Пациентам после 30 лет эта операция противопоказана, потому что самка МОВ-БИША является некой поддерживающей структурой лица. И после ее удаления эта структура, лицо, теряет опору и опускается в реле, появляется правильная шея. И тотальное увлечение удалением компот-дыша, на мой взгляд, закончилось 20 лет назад. И то, что мы видим сейчас, иногда встречаем, это некая либо пассивность, либо отсутствие информированности показаний и будет показаний для этой операции. Тот тип лиц, о котором мы говорим, округлый лиц с выступающими счетчиками, является отличными кандидатами. Девочки, ну или там молодые люди, получают то, чего они хотят. Но опять же, это строгий отбор определенного типа или определенного типа лица. Одним из векторов старения является потеря тканями объема, так называемое полиметрическое старение. Удаление компот-дыша как раз вектор именно в то негативное направление старения, в том, что мы говорим, опора должна быть. Лицо теряет компот-дыша, теряет жировую основу и грубо говоря стареет. Продолжение следует...